Как выполняются инвестиционные условия новыми собственниками приватизированных объектов? Тема заседания комиссии по бюджету столичного гурсовета. Выполнить косметический и капитальный ремонт, а также благоустроить прилегающие территории, бизнесмены должны были к концу июля. Но по просьбе предпринимателей комиссия разрешила продлить сроки выполнения работ до 14 октября. Кроме того, депутаты обсудили выделение субсидий на приобретение жилья и положение о его предоставлении в общежитиях. Мнение нашей комиссии, что все-таки эти документы несколько сырые. Вот, скажем, в одном из порядков выделения мест в общежитии у нас возникли вопросы, связанные с льготированием. Кому, в первую очередь, обеспечивают. Мы считаем, что некоторые вопросы, прописанные в законе о защите прав инвалидов, других, значит, категории льготных, категории граждан. Мы считаем, что в этом положении они должны быть прописаны. Потому что возникает такая коллизия, значит, отношений между законом и в этом положении. Еще один вопрос коснулся распределения сэкономленных средств. Решением прошлой сессии Горсовета на ремонт лифтов из жилсоцфонда были направлены 700 тысяч рублей. Но поскольку по закону о республиканском бюджете деньги из этого фонда не могут выделяться на замену старых подъемников, госадминистрация предложила перенаправить эти средства на ремонт детских садов. Окончательное решение будет принято на следующей сессии Горсовета. Она состоится 12 июля. Продолжение следует...